Ненецкий округ впервые пересоединился к акции «100 баллов для победы». Она проводится по всей России и направлена на подготовку выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. В этом году акция проходит под знаком «Года экологии». Свои двери для 11-ти классников городских школ, планирующих сдавать ЕГЭ по биологии и географии, распахнул Ненецкий краеведческий музей, где сотрудники Государственного природного заповедника Ненецкий организовали для ребят квест на тему миграции птиц. Вот так черки-свистунки в роли 11-ти классников мигрируют из Африки в Ненецкий округ, как и в жизни долететь до своих гнездовья получается не у всех. Почему так происходит? Какие угрозы существуют для перелетных птиц? Какую роль играют места остановки для выживания мигрирующих птиц? На эти и другие вопросы выпускники получили ответы с помощью вот таких игровых упражнений. Чтобы они не были шокированы, потому что знают, что не будут у них оценить их знания, но они сами проверят на свои знания. И уже в дальнейшем, когда будут уже выходить на другую ступеньку своих учебных знаний, уже, наверное, меньше будут тушеваться. Выпускник школы имени Перерки Дмитрий пришел на этот квест целенаправленно. Хоть география и биология всегда давались юноше легко, ЕГЭ – серьезный экзамен. И такую возможность лишний раз проверить свои знания и научиться чему-то новому он упустить не мог. Во-первых, меня позвали. Сказали, что это полезно тем, кто сдает географию и биологию, а я, как человек, который сдает и то, и то, в принципе, мне это полезно будет. Полезным стал не только сам квест, но лекция ученого-биолога Ненецкого округа с 40-летним стажем, автор более 50 научных статей по биоразнообразию Андрея Глотова. Он поделился с ребятами секретами своей профессии, отметив, что в век электроники все меньше остается людей, готовых связать свою судьбу с охраной природы. Ребята думать перестают. Понимаете, а когда вам приходят, достают все в экзамен, какой-то рассказать об Африке или по географии, должны вспоминать, что это такое и где это находится. Тогда больше познаний будет. А сейчас на все вопросы отвечает интернет, поэтому уже теоретические знания у ребят ограничиваются. Получать знания не только в теории, сидя за партами, но и на практике призвал выпускников знаменитый российский путешественник, писатель, художник, священнослужитель Федор Конюхов. Он поприветствовал выпускников в своем видеообращении. Желаю всем вам на экзамены удачи, а я буду переживать и молиться, потому что я люблю молодое поколение и надеюсь, что вы удивительный мир своим открытием. Спасибо вам. Главная задача акции «100 баллов для победы» – снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть шанс получить свои 100 баллов. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова